МОГИЛЮСКИЕ МИЛИЦИЯНИ МОГИЛЮСКИЕ МИЛИЦИЯНЕРЫ МОГИЛЮСКИЕ МИЛИЦИЯНЕРЫ ЗАРАЗ САМАЕ ГАЛОВНОЕ, ШТО ХЛОПЧЫК ЖИВЫЙ И ЗДАРОВЫЙ АБЗАБЛЫТАНЫЙ ГИСТОРИЯ ЙАГО ЗНЯКНЕННЯ И ПОШУКОХ У РЕПОРТАЖЕ НАТАЛЮІ ИЛИНИЧ ПРО ЗНЯКНЕННЯ И МАКЧЫМА ЗАБОЙСТВА ХЛОПЧЫКА РАСКАЗАЛІ НА ГЭТЫМ ТЫНЬЕ РАССИЙСКИЕ СМИ ЖУРНАЛІСТЫ У СВАЇМ СЮЖЭТІ ПАКАЗАЛІ МАВЛЯУ ЖАХАР МАСКВЫ ЯКАУ ЗІБАРАУ У ВЫШУКУ ЗНАХОДІЦЯ З САКАВЯКА 2016 ГОДА ДА ГЭТАЛЬЮН ЖИВ З МАЦІ У СУПОЛКІ ЯГО ЛІДЕРА ДНЯМІ ЗАТРЫМАЛІ СУПРАЦОВНІКІ ІНТЕРПОЛА У БОЛГАРСКІМ БУРГАСІ І ОН ПА СЛОВАХ РАССИЙСКИХ ПАЛІЦЕЙСКІХ МОГ РАССКАЗАЦЬ КУДЫ ЗНИК ЯША ПРАВАХОВНІКІ РАССІЇ БЫЛІ АМАЛЬ УПЕВНІНЫ, ЧТО ЗНИКНЕННЯ ХЛОПЧАКА НОСІЛА КРИМІНАЛЬНЫ ХАРАКТР НЕ ЗРАЗУМЕЛА ЯК ТАК ПА СЛОВАХ ЧЛЕНОВ СУПОЛКІ ЯНЫ КОЖНЫЙ ТЫДЕНЬ ЗДЫМАЛІ ХЛОПЧАКА И ВЫКИДВАЛІ РОЛИКІ У ІНТЕРНЕТ СЕГОННЯ 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА МЕНЯ ЗОВУ ЗИМБРОВ ЯКОВ АЛМАНОВИК НЕГЕЛЮ ЧАНА ГЭТА ПОШУК ДЦЯТІ ПРАТЯГВАУСЯ ПА АДНОЙ ИЗ ВЕРСИЙ МАЛЦІК МОГ НАХОДЦИТСЯ НА ТЕРИТОРИЮ БЕЛАРУССИ Поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации Состояние ребенка удовлетворительное Его жизни и здоровью ничего не угрожает И в ближайшее время он будет передан родственникам Зараз человека, який ехал с хлопчиком, затримали, а Яшу правооховники накировали у социальный притулок недалеко от Могилева Яша Зиборов у вас находится? Да Мы его можем увидеть? Увидеть вы можете, но не снимать Документы о примещении его, о просьбе ОВД города Москвы в садистке и в розыске И наше направление, я имею ввиду, нашего могилевского РОВД Кажуть, зараз хлопчик не учим не мая потребы Яго привезли у притулок, помыли, апранули Вот он с хвостиком шапочки Вот он, да Хлопчик, кажуть, педагоги развиты У шесть год и он добро читает Когда его стали ложить спать, конечно, чувствовалось, что он не хотел, чтобы с него снимали одежду То есть переодевали Это психологически, конечно, у него дискомфорт есть Про сутки знаходжения у притулку хлопчик начал гулять, добро есть и спить Маму вспоминают? Когда так очень-очень тонко стали говорить, хочешь ли ты домой В принципе, он о родителях знает мало, как я понимаю То есть их для него практически нет По словам представников органов опеки, в ближайшие дни яны передадут хлопчика своим московским коллегам Наталья Ильинич, Виталья Алексеенко, Новина региона Надзвычайный полномочный посол Франции Республицы Беларусь Дидье Канес с двухденным визитом у Могилевской области У планах довольно широкая программа от знакомства с деятельностью СЭЗ Могилев до наведывания установ адеквата Сустрелся Дидье Канес и с керавництвом Могилевской области Это первый визит посла на Могилевщину Задача – выучить потенциал региона Относины помеж Франции и Могилевской области усталевались ашмат годов тому Треба им дать новый виток, отзначили удельники сустречи Пакуль товарооборот невеликий, однако стабильный Головная экспортная позиция Могилевской области – продукция дровопрацовки Импорт – продукция для химичной галины и сельской господарки Развитие торговли между Францией и Беларусью является для меня важной приоритетом И у французских предприятий есть что предложить Например, могут предлагать технологии, оборудование для модернизации предприятий Действительно очень важно, в первую очередь, чтобы наши товары были узнаваемые на рынке наших стран Как у нас, так и во Франции А вслед за товарооборотом, вслед за узнаваемыми продуктами Конечно, придут инвесторы, которые разместят производство этих товаров И у нас, и, соответственно, наши предприятия на территории Франции И это, конечно, мы на это нацелены Беларусский БОК подкрыслил так самую необходимость отновить межрегиональные связи Например, между Могилевым и французским Вильербаном Яны стали побратимами еще в минулом стагодзе Для урочистого момента Дядье Канес наведает 11-ю школу Могилева Ее наученцам господин посол уручает сертификаты посольства Франции Об успеховой сдаче экзаменов в билингистичной секции До речи, 9 червеня начинаются выпускные вечарины У Могилевской области развитаются за школой селета амаль 10 111-классников Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, Новины региона После семинара на Раде в Быховском и Бялинском районах Парламентарии притягивают працу у Могилевской области И разъехались по своих округах Наступная встреча депутатов Палаты представников и членов Совета Республики Обранных у нашем регионе с мясовой уладой и керавниками предприемства Запланована у Костюковицком районе Головная мета суместной працы законодавчий и выканавчий уладов Сочит за изменами у ситуации на местах И адлюстровывать их у законопроектах З гэты на годы интервью телерадой компании Могилев Дау намесник старшине постоянной комиссии По промысловосте, палевно-энергетичном комплексе Транспорте и Сувязи Палаты представников национального сходу Петр Салаую Йон рассказал про новые законы, які рыхтуются у парламенте Законопроект, который впервые у нас в республике будет рассматриваться Он уже поступил к нам на рассмотрение в первом течение Создана рабочая группа Это законопроект электроэнергетики Он для предприятий белорусских важен? Конечно, и для предприятий, и для нас как потребителей Да, почему? Потому что там предусматривается уже разделение функций Не будет одного монополиста в Министерстве энергетики Соответственно, когда нет монополиста, тогда есть возможность снизиться Да, предполагаем, что там будут производители электроэнергии Будут те, которые будут поставлять ее на рынок Рынок будет как оптовый, так и розничный И потребители, в том числе предприятия Исходя из той концепции, уже могут покупать Как на оптовом рынке, так и на розничном рынке Соответственно, снизится себестоимость продукции Предполагаем, что это так должно быть Интервью Петра Соловьева Глядзите у информационно-аналитичной программе Дынями Выездный прием граждан провели представники администрации Президента Беларуси у Черекове Со своими питаниями до наместника начальника управления Алексея Бабицкого Звернулися жахары одразу двух районов Черековского и Славгородского Головными темами у регионах застаются Комунальные бытовые питания и социальные забеспечения Как отзначил Алексей Бабицкий, были звороты, где необходимо Больше серьезное умешательство Однако основную колькость питаний у Сёжтаки можно вырешить на Мясцовом узровне Я думаю, что цель здесь скорее психологическая Просто поддерживать в тонусе местные органы власти Потому что так или иначе граждане имеют реальные шансы обращаться к нам напрямую У нас и приемная работает постоянно, и электронная почта принимается И письменное обращение сотрудники управления, администрации читают, изучают и рассматривают По рекомендации специалиста администрации президента Мясцовые органы улады повинны працевать на попередживании зворотов и скаргов К часам насельничество недокладно разумеет закон, кто и за что повинен отказывать Задача выконкамов – тлумачить, размовлять с людьми Специальное в учении понтонно-мостового батальона 118-й инженерной бригады и их российских коллег Почнутся увезцы барока Могилевского района 13-го червеня Особистый состав и техника 330-го особного инженерно-саперного батальона 1-й танковой армии Заходные округи Узбройных сил Российской Федерации техником доставили у Могилев Подразделения российских военных инженеров сустрели урочиста с военным оркестром и хлебом солью А потом одразу ж построение и планование деяности на ближайшие дни По умовах в учению за три дни войсковцам предстоит наладить переправу, прозводную пирожкоду и утримать ее Как поведомили организаторы, сами в учении носят выключено оборонший характер Накированы на умоцевание региональной небеспеки и союзницких обязательств Дарыши мясцовые специалисты упынены, что с уликом в опыту российских коллег Усе задачи будут поспехово выконаны На этих учениях мы будем отрабатывать совместные мероприятия инженерного обеспечения И будет это проходить в совместном, но и в тут же соревновательном плане Свято усмешек и добрыни для деток с тяжкими захворываниями Зладили специалисты Махилевского детячего хоспису Их подтримали необыяковые люди Дети пришли со своими родными Так свято отрымалося с семейным Первый ребеночек старше Полина, ей 10 лет И второй ребеночек Артем, ему 4,5 годика У Олеси двое с трех детей отрымливаются допомогу у хосписе Не глядячи на это, семья ведет активный лад життя Усе разом выбираются погудеть на природу и на такие суместные святы Кап семьи не заставались один на один со своей проблемой И крыху обстраговались от наденных справ И вы решили зладить свято Потому что эти дети, они большая часть своего времени, к сожалению, они болеют Находятся где-то в больнице, где-то дома просто с родителями Кто-то, ну, они не ходят ни в сад, ни в школу То есть они ничего этого не посещают Для них эти праздники очень ценные То есть, ну, это объединение семьи, это объединение всех детей Они знакомятся с друг другом Они вместе играют У них какие-то интересы общие, то есть появляются Вследствие этого семьи общаются То есть они не сидят в своем, ну, в своем этом круге Аниматоры дарыли подарунки и чистовали детей ласунками И все для того, как у в очах кожного детяти убачить солнечные променчики Загадай желание Отлично, помогай всем там отсюда О, молодец! Очень сильно все понравилось Что тебе понравилось, солнышко? У меня есть пузырь Пузырь? Да Пузырь был классный, правда? Да Ну, как там в пузыре внутри? Нормально, дом нормальный Пузырь классный Пузырь классный? Интересный Мы повеселились, и дети хорошо отдохнули Спасибо за такие хорошие праздники Символичные подарунки малым передали и выхованцы патриотичного клуба «Перосвет» Мы будем деткам дарить вот такие вот кружечки, внутри шоколадочка Сейчас я ее покажу Вот внутри шоколадочка Нас пригласили поучаствовать, сказали, что нужно поддержать больных деток Мы сразу же согласились Если человек слабее, грубо говоря, ну или больной То есть его надо поддерживать по-любому как-то Стараться подбодрить, чтобы, ну вот он, допустим, как на чашках есть Вот, ну, написано 9 жизней Кот у кошки, допустим То есть, чтобы человек стремился тоже, ну, как бы жить То есть, преодолевать все эти болезни У Могилевским детячем хосписе рады любой да помозе детям с онкозахворваниями и тыму, как у термин життя обмежеваны Бо тут намагаются для кожных выхованцев зробить навыд пахмурный день больш светлым Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новина региона Мужчины и женщины, кто кого выбирает? На это вопрос попробовал сказать режиссер Могилевского областного драматического театра Уладимир Петрович в своей новой постановке Романтичная комедия «Я беру этого хлопца» рассказывает про кахание Якое у прямых сенсов было поднято с земли Счастливая находка – это коварный разлик, ведая Алиса Рыбалка, которая побывала на премьере Страты притомности пригоженным бретом для кемлевой гиди оказалось достатково, как принести его у свою квартиру После глядаж дознается, что марафонец – миллионер Головная героиня пускает уход арсенал жанучего обаяння, как завоевать сердце хлопца, якого знайшла литерально у себя под ногами Вот только от початку и до конца эта выпадковость оказалась добра продуманной историей Я еще раз убедилась в том, что женщины сами себе выбирают мужчин Это правда? Это правда, но в жизни так, потому что не мужчины выбирают, а мы выбираем И смотрим, нравится нам, не нравится, у нас мы отбираем сами Такую версию взаимоотносинов помеж женщины и мужчины подарил американский драматург Джек Шарки По пьесе якого поставлен спектакль У першиню яна была переведена на русскую мову Именно Витамо Елёу стал первым на русском мовной просторы, где ее поставили Эта пьеса подкупила меня своей простотой Она проста, чрезвычайно есть, конечно, в ней своя интрига И есть очень неожиданный конец, но она проста Она о любви, она о том, что каждый человек хочет любить Что хочет быть любить, быть любимым На улице весна, и все как бы возрождается Спектакль про каханне и жанучай хитрки обяцаясь кончиться непродсказально Ця удастся головной героине завоевать каханне про гожуна Захаваем интригу Романтичную комедию покажут у гэтым театральном сезоне не одной чем Олесь Рыбалка, Александр Артемьев, Новины Региона А на гэтым наш опус завершенный Я жадаю вам доброго настрою До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова